Итак, улица Жуковского имеет три полосы. Я двигаюсь в средней полосе. И хочется, конечно же, объехать. Выполняем перестроение на левую полосу, а перешение скоростное. И снова возврат на вторую. Нет, давайте останемся на третьей. Вроде никто не поворачивает налево. Почему третья полоса крайне левая опасна? Что может кто-то поворачивать налево? И за ним мы попадем в очередь. Нужно будет быстренько... Возможно, мобильная камера. Смотрит в спину. Ограничение скорости временное. 50. Снижайте скорость. Это обычная и временно установленная знаки ограничения скорости 40 в связи с ремонтом дорожного покрытия. Регулируемый пешеходный переход. Впереди еще одна камера. Если здесь бы горел красный, не зависит от того, что опять на ротар. Ограничение 50. Мы были обязаны остановиться и дождаться зеленого и только затем продолжить движение. То есть неважно, будут пешеходы, нет пешеходов. На красный, который находится на прямой дороге вне перекрестков, мы стоим, как и положено. На зеленый едем, на красный стоим. И неважно, есть там знак 6.16 или такого знака нет. Приближаемся к следующему перекрестку. Если не ошибаюсь, слева у нас улица Северная. Мы двигаемся в прямом направлении. Никаких знаков у нас нет. Соответственно, это классическое расположение. Справа повернуть направо, слева повернуть налево, развернуться. И движение прямо со всех трех полос. Но удобнее, конечно, среднюю занимать. Дальше мы видим знак 5.14 полоса для маршрутного транспортного средства. Контроль, стоп линии. Контролирует перекресток. А вот на следующем перекрестке мы тоже наблюдаем знаки направления движения по полосам. Смотрите, когда мы двигаемся по малознакомому маршруту, по малознакомому участку, то мы всегда задаем вопрос, что я вижу. А что я должен увидеть? Я должен увидеть синие знаки. Либо синие квадраты, как перед нами направление движения по полосам, либо синие предписывающие знаки 4.1.1 по 4.1.6 круглые, со стрелочками повязывающие двигаться только так, как нарисовано. Второе, на что я обращаю внимание, это на средство регулирования. Это либо светофор, если перекресток регулируемый, регулирующий, либо знаки приоритета. Главная дорога уступить и движение без остановки запрещено. И если этого всего нет, тогда действует у нас правило правой руки в простонародье, да, помеха справа. Уступай от того, кто приближается правее от меня.